Важные события из жизни большого города. Важные события из жизни большого города. Важные события из жизни большого города. Объект уникальный в том плане, что это один из объектов, который мы заключили в рамках контракта под ключ. Этот контракт предполагает и проектирование, и строительство объекта одновременно. Это очень важно, потому что зачастую подрядчики, которые брались за стройку, находили многочисленные ошибки в проектах. Это требовало значительного времени на их переделку. Сегодня подрядчик взял полностью этот объект, начиная с изысканий, проектирования. И вот сейчас он до конца года завершит строительство. Объект возводится в рамках национального проекта образования. Здесь планируется школа полного цикла, с 1 по 11 класс, общей вместимостью 850 человек по проектной мощности, плюс дошкольное отделение. Естественно, мы понимаем по примеру первого корпуса, который здесь уже построен с 1 сентября, открывать свои двери для детей, что вместимый школа может быть увеличен за счет перехода в двусменный режим обучения. На строительстве второго корпуса трудятся в две смены. Уже приступили к внутренней отделке. До конца года подрядчику предстоит не только построить здание, но и благоустроить прилегающую территорию. В данном моменте монолитная работа закончена по четырем блокам. Вся стройка разделена на шесть блоков. По двум блокам идут окончательные работы. Это закончится спортзал и актовый зал. То есть сейчас заливается сцена и переходим к перекрытию. Также ведутся работы по штукатурке, по стяжке, по шпаклевке. Некоторые комнаты уже в предчистовой отделке, то есть готовые под покраску. Ведутся работы и по инженерным сетям, по наружке. По благоустройству приступили. У нас сделана одна площадка, подготовленная под асфальтное покрытие. Сети К1, К2, то есть дождевая канализация и бытовая канализация. Под контролем властей и строительство детских садов. У нас строится два детских садика. На улице Подшипникова и на улице Ташкентская. Сейчас материалы в полном объеме есть. Например, детский сад на 132 места, 60 из которых ясельные. В границах улицы Ташкентской, Георгия Димитрова и Московского шоссе готов больше, чем наполовину. Строительство ведется в рамках национального проекта «Демография» и по запросу жителей микрорайона. По проекту двухэтажное здание будет состоять из двух блоков с помещениями для групп, для физкультурных и музыкальных занятий. Закончен каркас здания, заканчиваем мы капитальные стены, начинаем остеклять, утепление фасада, полную готовность начнем. Кровлю заканчиваем. Работаем в две смены, то есть если утром кладем капитальные стены, то ребята в ночью их оштукатуривают уже сразу. Параллельно ведем вентиляцию, практически закончили вентиляцию, сейчас переходим на слаботочные виды работы. А это детский сад на 112 мест на улице Подшипниковой. На двух этажах выложена кирпичная кладка стены перегородок. Проведена полная гидроизоляция цоколя, идет утепление кровли. Дошкольные учреждения сделают специализированным. Здесь будут созданы группы для детей с нарушением опоры двигательного аппарата и расстройствами аутического спектра. Открытие только этих двух детских садов даст городу порядка 250 мест, включая ясельные. Все строительные работы ведутся в соответствии с графиком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова